Сейчас вы удостоверились, что это я? Вам достаточно? Нет удостоверения? Ребята, всем привет! В общем, речь пойдет о социально уязвимых слоев населения, в частности, тех, кто состоит в очереди за получением льготного жилья от государства. И вот я бы хотел рассказать о Розе Бактагалиевой, которая получила в 2012 году жилье в Астане, и о ее мытарствах по сей день. Она, как выпускница детского дома, должна была получить это жилье на правах жилищного найма. Но с ней заключили договор аренды. И согласно этому договору она должна оплачивать не только коммунальные услуги, но и аренду за каждый квадратный метр. Но какое-то время, пока она работала, она оплачивала. Потом потеряла работу. Но помимо этого, она стала задаваться вопросом, а почему она платит аренду за жилье, которое ей предоставило государство? Тогда, когда достаточно просто платить коммунальные услуги. Ведь это жилье бесплатное для песняков детских домов. И она пошла по инстанциям, по судам, стала судиться с чиновниками. То есть, не она судилась, а с ней судились. Она оспаривала это в органах власти и перестала оплачивать аренду за жилье. Акимат чиновники несколько раз на нее подавали иски в суд о выселении ее и троих ее детей из жилья за якобы неуплату аренды, хотя коммунальные услуги она оплачивала полностью. Акимат проигрывал эти дела и вот несколько раз на нее подавал и постоянно проигрывал. Есть решение суда, где Акимат обязали перезаключить договор с Розой, чтобы у ней было право проживать на основе договора жилищного найма. Лишь платит коммунальные услуги. Ну и естественно, если человек живет по договору жилищного найма, у него есть право на приватизацию жилья. Она сейчас борется за то, чтобы Акимат исполнил решение суда. Да, решение суда есть, которое как бы обязывает Акимат заключить с ней договор жилищного найма. Но Акимат ни в какую. А вот недавно к ней даже пришли представители из Акимата с участковым для того, чтобы проведать ее. Что это такое? Почему участковый приходит? Это тоже вопрос к той тамошней власти, астанинской. Начну все по порядку. Значит, в 2012 году мне был предоставлен ордер, ключи на эту квартиру, в которой я сейчас проживаю. Было мне это все предоставлено в Акимате, я заселилась. И в сентябре 2012 года с нами начали заключать договорные отношения. Там включили аренду, я как-то на радостях все это подписываю, начинаю проживать, плачу эту аренду. Потом осталась без работы. После этого я к ним обратилась с просьбой, просто временно хотя бы мне снять меня это время аренды. И перезаключить мне Алексей объяснил, говорит, Роза, у тебя договор аренды, а должен был договор найма. По России договор найма. Когда я к ним ходила, они мне всегда говорили, что договор найма и аренды это идентично, это одно и то же. Ну и они мне отказались. Говорят, нет, никто с вами ничего переделывать не будет. Тогда я пришла домой. Начала изучать договор и выяснила, с юридической точки зрения он был ничтожным, несостоятельным. Почему? Потому что они мне навязали, что я должна платить аренду в соответствии с приказом министерства 2008 года номер 395. Я забила его в интернете, начала искать и выяснилось, что 13 апреля 2010 года этот приказ был отменен. А в соответствии с гражданским кодексом стороны при заключении договорных отношений должны руководствоваться действующими законодательством. Это раз. Второе, что одна из сторон вправе отказаться от исполнения обязательств в случае, если нормативный акт, на основании которого заключался договор, изменен либо отменен. То есть в 2012 году, когда со мной заключали договорные отношения, он уже был юридичный, в смысле он не имел юридической силы и они не имели права ссылаться на этот приказ. Я к ним подошла еще раз, объяснила, сказала, ребят, вы юридически несостоятельно составили договор, поэтому прошу вас перезаключить со мной договор аренды на договор найма. Они не стали этого делать и через год, в 2015 году они подали на меня в суд. С каким требованием? Значит, с требованием о выселении меня и всех моих членов семьи из данной квартиры без предоставления новых жилья. Взыскание с меня арендной платы, я же потом перестала платить. Потом отмена каких-то постановлений Акимата, там одно в части мне предоставления квартиры, отмена постановления Акимата в части заключения со мной договора. Вот эти все постановления они стали отменять. Когда я в юстицию сделала запрос, выяснила, чтобы у меня был официальный ответ, да, юстиция говорит, что данный приказ к ним на регистрацию, во-первых, не поступал, это первое. Вот эти постановления, которые я прошу узнать, зарегистрированы ли они в органах юстиции, то же самое. Они не были зарегистрированы в органах юстиции. И тогда они по ходу суда уже, я говорю, а как вы можете в суд подавать на меня и требовать отмены неких постановлений, которые даже нигде не зарегистрированы. Вот, то есть они внутри Акимата очень много лепят некие постановления свои. Они не регистрируют, никто на их на законность не проверяет, ничего, и поэтому они там чешут. Они здесь обломились, поэтому дальше продолжили требовать моего выселения и взыскания арендной платы. То есть получается, что, ну, сейчас я экскурс так вела, теперь вы можете зайти, конечно, составить протокол по факту проживания, да, я не препятствую вам, да, или акт, что там вы там говорите. Но я хочу, чтобы вы в свою очередь, я всегда так говорю, потому что мне все время пытаются где-то там в судах влепить якобы административную ответственность из-за судей. И когда я предлагаю представителям МВД, чтобы делали встречный на судью, да, скажем, вот, например, Балаева, когда, ой, Балаева, сори, Балагумарова, когда-то тоже забрала наши оригиналы документов и не давала, потом вызвала полицию и сказала, что мы нарушаем административные правонарушения. Тогда я сказала, я сама вызвала полицию тоже, еще до того, как они позвонили, сказала, нам судья не выдает документы, прошу прийти представителей Министерства внутренних дел и составить протокол на судью, который отказывается предоставлять нам оригиналы документов. Так на меня вызвали вообще вооруженную полицию, понимаете, вот о чем идет речь. И вот сейчас опять же, и поэтому я не могу знать, мне однажды вообще сюда КНБшники приходили за то, что я пост выкладывала о том, что против ЕАЭС. Поэтому я не могу, почему, думаете, я много-долго спрашиваю, кто вы, что вы, правильно? Потому что мне так же сказали, мы, говорит, я, говорит, инспектор участковый, я тут купаю детей, захожу ко мне, тут 8 человек заходят с камерой, и все снимают и говорят, я ли делала пост о том, что там против ЕАЭС. Я сказала, что поддержаю. Все, теперь заходите. Заходите, давайте дальше. Вы хотите присоединить, сейчас. Минуточку. Судя Миш, продолжай снимать и признать, ну вот это решение незаконным, да? То есть Верховный суд отказал Акимату, сейчас, если мне память не изменяет, 14 января 2019 года. И признал действия судей законными, что никаких нарушений не было, что никаких доказательств о нарушении они не предоставили. И вот знаете мне, что самое странное? Что несмотря на то, что решение есть, оно не исполняется непосредственно вами, но вы приходите, меня здесь проверяете, я ли здесь живу, нуждаюсь ли я или нет, да, или что? Смотрите, это наши, то есть функциональные обязанности именно отдела мониторинга. Мы проверяем всех нанимателей, которые получили ЖГЭС. Проверьте, пожалуйста, вот этот, мне тоже интересно, что там за договор вот нами. Мне, например, договора нет? Подождите минуточку, минуточку. Не надо меня здесь, нет, 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 дайте, нет. Подождите, дайте сюда. Это моя собственность, поэтому нечего меня тут вбивать. Понятно? Не подойдите. А зачем вам ИИН? Сейчас вы удостоверились, что это я? Вам достаточно? Нет удостоверения? Вам нет? Составьте сначала протокол, если хотите, чтобы мы ИИН мой получили. На Ахмедову Руслану Аманжеловичу составьте. Как у вас еще раз, Аскар? Кто это? Фамилию. Еще раз, назовитесь. Аскар как? Аджикул. Аджикул. Аскар Аджикул, вы участковый Есильского района, правильно? Ага. Вы сейчас с какой целью у меня берете? Сейчас вот меня записали здесь, да? Вы берете и начинаете в своем планшете меня пробивать. А что вы хотите меня? На уголовные дела проверить? Ну, по базе. Что конкретно вы хотите проверить? Там много чего можно проверить. Нет, а что вы хотите с меня, скажите? На прописку. На прописку? На прописку. Вы сомневаетесь? Покажите ваше удостоверение. Кстати, именно удостоверение покажите. И ваше. Нет, это еще раз. Сейчас фотографирую себе. В общем, ребята, вот такие дела. Хотел бы пояснить, чем отличается договор жилищного найма от договора аренды. Если с Экиматом у вас заключен договор аренды на жилье, то, соответственно, вы не просто платите за коммунальные услуги. Вы оплачиваете аренду за каждый квадратный метр государству. Ну, а договор жилищного найма – это когда у вас есть возможность жить, пользоваться жильем, оплачивать только лишь коммунальные услуги. Ну, соответственно, если у вас есть возможность, вы можете приватизировать свое жилье. Вот оно и отличие. И у меня, конечно, вопрос к астанинским чиновникам. Почему вы посылаете к Розе полицейских? Это что, такая форма давления? Ведь она действует в рамках закона. У нее есть решение суда о понуждении городского акимата, чтобы с ней заключили договор жилищного найма. Вместо этого идет волокита какая-то, постоянная чажева. Да еще полицейских теперь посылают. Это что, форма давления? Это вопрос. Нужно действовать в рамках закона. И вы, чиновники, как представители власти, должны действовать на основе нормативно-правовых актов. Там расписаны ваши полномочия, там расписаны ваши функции. И вы не обязаны и не должны переходить, заходить за границы этих полномочий. А иначе это уже самоуправство. Это вот мысль-слух. В общем, у кого есть что сказать, оставляйте свои комментарии под видео. Будет интересно подискутировать на эту тему. Ну, а кому ролик понравился, ставим лайки и подписываемся на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok